Здравствуйте! Вы смотрите программу Блогеры 2.0. Сменили гнев на милость в соцсетях, обсуждают возможность помилования отчисленных магистрантов из Академии правосудия. Сами отстраненные от занятий и находящиеся в отпуске магистранты решили обжаловать решение не только об их отчислении, но и выплаты стоимости обучения за два года, которая составляет около 8 миллионов тенге. Сумма разжалобила даже комментаторов, которые, по их признанию, не очень жалуют госслужащих. Кстати, поводов в оправдании учащихся Академии правосудия нашли сразу несколько. Во-первых, одна из наказанных оказалась матерью-одиночкой. Во-вторых, теперь сетевики пытаются доказать, что видеозапись является интеллектуальной собственностью, а потому наказывать нужно того, кто слил видео в сеть. Что часть комментаторов сочла за основание вернуть в стены учебного заведения 8 человек. Несправедливо. Личная жизнь и учеба – это разные вещи. Они тоже люди и должны сами решать, как отдыхать. Они же не были на службе, на работе. Они отдыхали. Почему такой суровый итог? Отчисление. Я считаю, ребят надо восстановить. Ничего плохого они не сделали. Они не распивали спиртные напитки на улице и не буянили. Это, считаю, слишком строгое наказание. Мало того, что отчислили, еще и 8 миллионов на них повесили. Ребятам надо идти до конца. Всегда есть шанс восстановиться. При всей своей нелюбви к судейскому корпусу я все равно поддерживаю ребят. Всех собак на них спустили комментаторы. Раздули на ровном месте скандал. Лучше бы с таким же рвением нарушители ПДД снимали на видео и сдавали куда надо. Считаю, то, что произошло, то произошло. Отчисление – это слишком тяжелое слово, применительно к магистрантам. Комментаторы сослались на то, что Кодекс участия государственных служащих поведение магистрантов не противоречило. Якобы нормы, касающиеся подобных ситуаций, в нем нет. Однако блогеры нашли формулировку первого пункта второй статьи, где написано, что госслужащие должны способствовать укреплению доверия граждан к институтам государства, которая, по их мнению, вполне подошла под обоснование отчисления. Этика госслужащего – это нечто большее, чем данные студенты на видео. Это когда ты живешь по этой этике, с людьми общаешься, работу свою выполняешь. Это магистранты, а не мальчики и девочки. Они поехали туда не на веселье, а учиться. Самое главное – они могли стать судьями и вершить чьи-то судьбы. Ни капли жалости, ничего страшного с ними не случилось. Спустились немного с небес и другим урок. В назидание другим судья должен быть кристально чистым, чтобы на него нельзя было воздействовать. Репутация должна быть безупречной. В соцсетях и мессенджерах сейчас распространяется много непроверенной информации об источниках заражения, пути передачи коронавируса и его последствиях. После того, как врачи объяснили, как защитить людей от переноса вируса, экономисты заговорили о возможном влиянии ситуации на экономику. Нефть, туризм, курс тенге и даже рынок госзакупок. Про самые необычные последствия я сегодня прочитал. В Китае вырос спрос на маски, халаты и так далее. В этой связи у нас застопорились тендеры на поставку этих самых товарных позиций. Якобы местные поставщики все равно из Китая перевозили. А там дефицит теперь. Все срывается. Да еще харгос закрыли. Если карантин в Китае еще пару месяцев продлится, то у нас вся система госзакупок. Не только медицинских рухнуть может. В связи с вирусом у единственного производителя в кузнице мира. Лучше пусть все скорее выздоравливают. Уже японский производитель масок для лица вырос на 280% за последние недели. Пока подтвердить данную информацию не могу. Мы получили заказ на поставку электроники для офиса. Ранее сотрудничали с компаниями из Китая. Это будет понятно только на следующей неделе, когда работники начнут работу после празднования Нового года. О том, что на рынке может сложиться структурный дефицит товаров массового потребления из Китая, сейчас говорить нельзя. Вероятнее даже то, что Китай сократит потребление товаров, поступающих из нашей страны к ним. Но, насколько я знаю, заводы в этой стране работают исправно. Думаю, что сообщения такого содержания больше для того, чтобы посеять панику. Экономические аналитики считают, что пока рано бить тревогу из-за вспышки коронавируса в Китае, который является второй по величине экономикой в мире. Но советуют внимательно следить за ситуацией, тем более, что без убытков точно обойтись не получится. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть, что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии в социальных сетях. До встречи в эфире и в Казнете. Редактор субтитров А.Семкин